Давно известно, басни про людей писать опасно и неблагодарно. Себя признает в басенке злодей и будет мстить, как правило, бездарно. Я лучше басню напишу про хрен. Его совсем недавно посадили на грядку, как положено, с колен на огороде, на какой-то вилле. Росток зеленый, слабенький, с лица дорогу к солнцу пробивал болезный. Хотел видать хозяин холодца, чтоб с хреном и до слез оно полезней. И вот подрос малышка навершок и был натерт на радость кулинара, но продолжал плодиться корешок, захватывая грядки и гектары. Ядреный хрен, живее всех живых, без головы и сердца, только корень. Он создан так плодиться за троих, ведь он сорняк, и рост его ускорен. Все задушил, укроп и сельдерей, петрушку, свеклу растоптал, капусту, взломал крыльцо, пробрался до дверей, и стены вилы задрожали с хрустом, и хрена стало очень до хрена. Он влез в метро, на радио, в постели, привычный быт, спокойный хороня. Короче, все немножко охренели, но ели хрен, скукоживая рот, как по приказу или наущению, и верили, сжигая пищевод, что это путь к победе, к насыщению, но как-то раз не выдержал народ. Когда случилось, точно врать не буду, был послан нахрен злобный корнеплод, поскольку он приправа, а не блюдо. Хочу моралью басню завершить, она для идиотов как микстура. Когда ты хрен решишься посадить, найди возможность хрен огородить, ведь он сорняк, мечтает придушить любую благородную культуру.